Чем же для нас значим какой-то простой инок, не имеющий никаких внешних заслуг, орденов, санов? Он же не был ни митрополитом, ни епископом. С большим трудом согласился он принять даже сан священника. Простой монах! Или, если хотите, инок. И вот, может быть, в этом слове и содержится та интересная развязка, которая беспокоит и интересует многих. Ведь слово русское «инок» означает не что иное, как «иной». «Иной» – то есть по сравнению со всем тем, что мы видим, наблюдаем и в чём мы живём. И действительно, преподобный Сергий именно оказался иноком. Причём, что любопытно, один из его писателей жития, один из первых, первый даже, Епифаний Премудрый, он даже написал такие строки, что это был первый и последний инок монастыря. Это звучит странно, как последний. Уже при нём сколько было постригов. И они продолжаются все последующие века и до сих пор. А о чём же это говорит Епифаний Премудрый? Он говорит о другом. О том, что такой силы духа, такой силы жизни не было действительно после него, пожалуй, никого. Это было редчайшее явление. То есть, может быть, были в других местах. Например, Серафим Саровский, конечно, сопоставим с ним. Но много ли Серафимов? Так вот, этот вопрос, он ставит перед нами чрезвычайно важную проблему. Перед нами людьми, перед каждым человеком, перед обществом. Что же, в конце концов, является самым главным и самым ценным в человеке? Обратите внимание, как представляется какой-нибудь бегун, который пробегает там за такие минуты или секунды, или часы. Ну, слушайте, гепард, например, бегает с такой скоростью, что никакой бегун его не обгонит. Представляет штангиста, который поднял там 200 километров с чем-то. Ну, слон просто смеётся. И вообще, вот эти внешние достижения, физические достижения, неужели это самое ценное в человеке? Так вот, оказывается, наша Русь не случайно называлась, и до сих пор мы ещё вспоминаем с благоговением, я бы сказал, такое название – Святая Русь. Самое ценное в человеке – это не его внешнее физическое развитие, это даже не его способности математические и какие угодно, это не его даже эрудиции, потому что при всех этих внешних и физических, и умственных способностях человек может быть и злодеем настоящим. И мы нередко это замечаем. Не это самое ценное в человеке. И когда мы говорим о ком-то, что он велик, то, по-видимому, должны указать, в какой степени у него это самое ценное пробудилось, развилось, достигло какого-то уровня. Так вот, этот вопрос самый важный. Тем более, что недавно, ну, не так давно, 70 лет нам вбивалось в голову, что бытие определяет сознание. Как раз религиозная... Классическая фраза марксистско-ленинской философии. Да, вот, совершенно верно. Так вот, оказывается, основной, если хотите, религиозный догмат, я говорю даже не только о христианстве, а вообще о религии как таковой, что именно дух человека определяет всю ценность человека. Каков дух, таков человек. Повторяю, можно быть гениальным во многих отношениях и быть зверем, быть дьяволом. Какая ценность? Да избавит Бог! Так вот, преподобный Сергий показал своей жизнью, что такое святость. Он указал на своём примере целый ряд основных характеристик святости. То есть указал на характеристики, характеристики того, что является самым ценным в человеке. И вот жизнь его, она действительно показывает многое, но гораздо больше. Так и осталось скрыто. В жизнеописаниях мы совсем немного видим таких фактов, таких случаев и таких эпизодов из его жизни, которые бы действительно открыли внутренний мир его. Не так много, но они есть, и они уже удивляют. Ну, хотя бы некоторые попытались назвать, для того, чтобы это было очевидным. он игумен. Приходит какой-то мужик с горем, монастырь. «Где у вас игумен Сергий?» Спрашивает какого-то, но он на него показывает. И там смотрит, окопается в земле, что-то делает в какой-то очень заплатанной, плохой одежде, с какой-то лопатой. Ну, вид самый такой, ну, самый-самый, не только заурядный, а самого чернорабочего, крестьянина. «Вот игумен!» Мужик оскорбился. «Я пришёл к игумену, а вы мне кого показываете?» Вы что надо мной смеётесь? Ну, проходит небольшое время, вдруг заявляется какая-то группа людей во главе с очень значимым, чуть ли не какой-то княжич или кто-то такое. Да, и мужик с изумлением смотрит, дух перед этим, этим неопрятным, в земле в руках, в грязи, вдруг перед ним раскланиваются эти знатные люди. Он с ужасом смотрит, что такое. Убедился, убедился, кто это. Этот пример, знаете, чем замечательным? Что уже в то время уже мужик понимал, игумен не может работать, как все монахи. Он не может в земле копаться. Он не может в каком-то заплатанном там подряснике подряснике это жить. Он уже должен быть в шёлковой рясе, он должен быть с какими-то крестами, и перед ним все раскланиваются. Это эпизод из его жизни. Но известно так же, как он помогал, как он трудился для всех своих иноков. Пока ещё не было общежитного монастыря, он нанимался за какой-то кусок хлеба, за что-то сделать. Он был самый искусный плотник, обладал хорошими силами, умением, трудился наряду со всеми, ничем не выделяясь из всех. О! Как он показал, какой пример! Кто хочет быть первым, да будет последним, да будет всем слугою! Но часто мы это видим? Ой, как редко! И чем дальше, тем меньше! Я бы сказал, практически не видим мы этого совсем, Алексей Ильич, сейчас. А ведь он осуществил только элементарную евангельскую истину. Да и подумайте, при каком условии могут быть только отношения, действительно отношения, уважения, любви, любви, если хотите, к человеку, только который ни на одну йоту не держит себя выше всех, которые, которые, кажется, ему подчинены, которые, кажется, являются его послушниками ни одной йоты. А посмотрите, другой, например, момент. Монастырь уже был, собрались монахи какие-то, не было священника. Все были только монахами, а священника не было. А ведь нужно. Ну, что же каждый раз приглашать священника, чтобы совершить литургию, чтобы могли причаститься? И вот он собирается с небольшой группой, как в житии написано, старцев, и едет в Переславль-Залесский. Там был как раз в это время, как мы сейчас бы сказали, вместо блюститель, что ли, епископ Афанасий. В это время митрополита Алексея не было. Он был в отлучке. Пошел к нему, как к митрополиту своему, как к главе. И говорит, вот у нас такой вопрос, владыка, вот я привел братью свою, благословите, чтобы кто-то из них выберите сами, стал священником. Тот говорит, ну вот ты, Сергей, будешь. Тот, нет, 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 что вы! Только не я! Только не я! Разговор кончился тем, что архиерей говорит, вот, Сергей, ты приобрел все добродетели, а вот послушания это у тебя нет. Тогда он упал на землю, прости, отче, как благословите, так пусть и будет. А в чем дело? В чем дело? Он сказал, желание сана есть начало и корень властолюбия. Какую изрек убийственную истину, о, Боже мой! Блажен тот, кто получает сан не ради этого! И, как часто мы видим напротив, чуть-чуть подняется человек, поднимается, и уже властолюбие! А Сергей что показал? Он игумен, он известный уже всему московскому княжеству, если хотите, хотите, московской Руси, он даже мыслить не мог о том, чтобы он стал священником и стал каким-то хотя бы образом оказался выше других! Не правда ли? Какой, опять-таки, замечательный пример, пример его духовного состояния! Какое... Вот тут мы видим, часто сейчас говорят, христианские ценности! И мы с таким-то, знаете, часто пломбом говорим, христианские ценности, православные ценности... А что это такое? Скажите! Что это за ценности? Вот он показал, что это за ценности, показал, и это требует даже комментарию, да, показал, вот одна из ценностей смирения. Что это за ценность? Разве? Разве не слышим мы всюду, что такое смирение? Это что такое забитость? Это что такое пассивность? Это что такое подчинение всем и каждому? Это отсутствие мужества, силы, да? Какая глупость! Смирение и есть, оказывается, та сила, которая превышает всё то, что вот было сказано. Кто это сможет, например, когда ссора, может, мужем и женой? Бытовая, так называемая. Да? И вдруг, ну, женщины более, знаете, такие эмоциональные, вдруг обрушивается на мужа, муж может сдачи дать и обычно что-нибудь, или словом, а то и делом. А ситуация-то какая? И что из этого получается? Такая ссора, что подчас и брак распадается, и семья нарушается, и зла сколько происходит. Тут может кто... Какое решение только? Какое решение? Кто может что сделать? Христос говорит, ударили по одной щеке, подстави и другую. Многие этого не понимают. Вот этот пример показывает. У кого хватит силы сдержать свою злость, свое оскорбление, когда жена ему в чем-нибудь влепит такое словечко, что он готов подпрыгнуть, сдержать себя, не начать делать то же самое, что делает она, а понимая, понимая, что человек находится в таком состоянии, сдержит себя и скажет, ну, прости, действительно, я виноват. Хотя точно знаешь, он не виноват. Скажет, прости меня, я виноват. И все. Да? Обезоруженно. И все. Он подставил другую щеку. А то многие думают, что это... Ну, в каких смыслах говорить не хочу даже. И все. И мир восстановлен. Смирение – это сила. Какая? Ой, редко она, у кого эта сила находится. Очень редко. Смирение – это вовсе не значит, что перед лицом силы обязательно нужно... Перед лицом силы надо сдаваться. Ничего подобного. Сергий же благословляет на Куликовскую битву. На битву! А не на что-нибудь. Не сказал – смирись, князь! Пусть придут, поработят нас. Нет! Иди! Посылает двух монахов. Посылает потом еще отдельного гонца, отца, чтобы, так сказать, поднять дух Дмитрия Донского. Первый монах выходит на бой с Челубеем. Первый падает, он задает, так сказать, тон тому мужеству, той силе. И в каком образе? Монах! То есть смирение! Смирение – это не бессилие, а это сила, Я вот хотел сказать, Алексей Ильич, у меня, пока вы говорите, возникла такая ли мысль. Я бы сформулировал так. Смирение – это высшее проявление силы человека. Можно так сказать? Вы правы, но для этого нужно только понять, как это, так сказать, объяснить. Действительно, еще раз говорю, когда человек сдержался и не дал сдачи, то же видит там глупость, или видит, что это будет война, что это будет вражда. Когда он себя держал, о, какую надо силу! Какую силу? Вы совершенно правильно сказали. Только очень сильный дух может осуществить этого. Кстати, недаром же один, по-моему, немецкий поэт написал очень хорошие строки, они мне так понравились, что я их даже запомнил. Так, запомнил, он сказал – запомнил. Так, и вдруг, и вдруг так вылетел. Ну, в общем, одним словом он заканчивает, заканчивает это стихотворение таким образом – победа из побед, победа над собой. Победа из побед, победа над собой. Над своими страстями. Вот этим, какими, что называем мы страстями? Зло. Тщеславие – разве это не зло? Мы все смеемся над хвостановым. Алчность – разве это не зло? А зависть – это что такое? Господи! Завидуй! Желает зла тому, у кого лучше! Это что такое? Лучше такое страсти. Страсти – это ужасная вещь, которая мучает человека. Почему не называется страсть? От слова – страдание. Так вот, действительно, победа из побед. Победа над собой, то есть над чем? На вот этими всеми негодными мыслями, чувствами, желаниями, действиями преподобную Сергею в этом отношении, по крайней мере, так, насколько нам известна его жизнь, показал удивительный пример. Он услыхал в алтаре вдруг его старший брат, который действительно старший, который был уже игуменом в Москве, в Богоявлянском соборе, в монастыре. Так вдруг слышит, говорит, я здесь игумен, а не он. Представляете? А Сергий уже был сколько времени игуменом. Как? Что здесь надо? Как должен игумен поступить? Флаком? Кто здесь хозяин, да? Вот так мы все и поступаем. А он тихонько никто не видит. Вышел из алтаря, никто даже не видел и ушел куда? В Киржач. Там, Александры сейчас. Представляете? Так его потом уже, потом уже давай умолять, только долго искали, куда он исчез. Вы понимаете, какая сила духа у этого человека. А мы же все привыкли. Сила духа и кто? Кто обогнал другого? Кто в боксе отправил нокаут? Ай-яй-яй! Кто драться умеет сильнее? Что же это такое? Это он, псы дерутся еще сильнее. С чего? Сила духа. Как мы человека оживотнили. Насколько? Просто видим, самая ценность человека совсем не там. Христианство со всей силой утверждает, первичен дух, духовное начало в человеке. Здесь мы видим и силу, и красоту. красоту. Недаром христианцы говорят, что первичной красотой является сам Бог. И богоподобие, оно в человеке сказывается именно в красоте его духа, который выражается и в его действиях, в его словах, в его поведении. Он по игре. Самbyл Он появится случай .